Дорога к морю на навигаторе сплошная зеленая полоса. Автотуристы шутят прибором сразу и не веришь, но когда выезжаешь на трассу, настроение поднимается. Несмотря на поток машин, отдыхающие в направлении джуги едут, как говорится, с ветерком. Добрался замечательно, как бы основных пробок на данный момент не было, пока ехал. Доехал из Омска на своей машине, еду на юг отдыхать, добрался хорошо, пробок на дорогах пока нет, все спокойно. Экскаваторы и бульдозеры сейчас можно увидеть разве что на обочине. Дорожные работы на трассах к морю завершены, как и поручил глава региона. В июне Вениамин Кондратьев осмотрел трассы с воздуха и сам проехал их на автомобиле. Он отметил, что от транспортной логистики зависят, какие впечатления о Краснодарском крае с собой увезут туристы. Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда отдыхающим приходилось часами стоять в многокилометровых пробках, губернатор дал дорожным службам срок, чтобы убрать реверс и все ограничения. Работу успели завершить и в разгар сезона водители говорят не о заторах, а о качестве дорог. В этом году еще лучше, чем в прошлом году, потому что там поставили светофор. Откуда ехали? О, из Армении приехали. И как? Нормально, хорошо. Без пробок? Без пробок. Все нормально. С Санкт-Петербурга двое суток. Качество дорог отличное. Конечно, как отмечают строители, пропускная способность трассы ограничена, и ее еще нужно будет расширять и адаптировать под гигантский поток туристов. Вся техника на сегодняшний день убрана, движение осуществляется без ограничений, без реверсивных движений. Сегодня в том числе идет взаимодействие с органами ГИБДД по снятию напряжения с данных трасс. Сложные участки сейчас контролируют сотрудники ДПС. Так что, если соблюдать культуру вождения и не обгонять по обочине, то дорога на курорты Краснодарского края будет быстрой и комфортной для всех. К ремонту родильного отделения приступили с начала июля. Подрядной работы ведет строительная организация из Пятигорска. Из-за недельного отставания строители организовали работу по 12 часов в день. В планах трудиться еще больше, чтобы успеть вовремя. Глава района ставит конкретные сроки сдачи объекта – начало 4 квартала 2017 года. В ходе рабочей поездки Сергей Лесь осмотрел все ремонтируемые помещения, дал необходимый совет и сделал несколько серьезных замечаний по качеству работ. Управлению архитектуры района поручил более тщательно проработать планировку помещений. Всю полезную площадь каждого метра здания роддома необходимо использовать в рациональных целях. Никакая пространство мы просто не используем. Вот здесь сделаем проходки, уже у нас не будет использовано пространство как-то. Мы разделим туалет, душевую. А вот тут этот проход. Получается, мы обошли и пространство вообще не используем. В частности, в Акушерском отделении сделают полную перепланировку. После ремонта здесь появится новый родильный зал, светлые коридоры, комфортабельные индивидуальные палаты с повышенными условиями комфорта и медицинские кабинеты. Изменятся и палаты интенсивной терапии, где выхаживают малышей, рожденных раньше срока. Мы приступили к ремонту нашего детского отделения педиатрии и нашего Акушерского отделения роддома. То, что мы обещали на сходах граждан, то, что требует давно ремонта, мы говорили нашим жителям. Произведенные работы улучшат качество медицинского обслуживания. Поэтому, находясь в этом лечебном учреждении, люди будут получать гораздо качественнее медицинское обслуживание, медицинскую помощь, потому что это будут и улучшены и условия лечения, и условия нахождения больных. Главная задача не просто освоить выделенные из краевого бюджета 15 миллионов рублей, а использовать максимально эффективно каждый рубль, отмечает руководитель района. «Отделка должна быть аккуратная и красивая, еще раз говорю, разноцветная, все аккуратно. Плитка должна быть вот такая игрушей, чтобы не пришел серый, что-то раз такое, дитя обратил внимание, посмотрели на красочное, яркое, вот такие несколько вставок, которые должны быть. Продумайте, отделку правильную, красивую, аккуратную, яркую для ребенка, вот именно интересную, чтобы как-то его заинтересовать». Сейчас роддом не закрыт. Акушерское физиологическое отделение развернуто в отделении гинекологии Крымской районной больницы. где организована работа родильного блока и операционной, услугам рожениц 9 палат. Также продолжает свою работу и педиатрическое отделение. Маленькие пациенты проходят лечение в палатах стационара дневного пребывания в районе консервного комбината. «Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность главе района Сергею Олеговичу Лесь за то, что обращает внимание на социально важные объекты и дает возможность не только динамично развиваться с материальной технической стороны, это оборудование, ну и соответственно те помещения, которые мы на сегодняшний момент будем иметь после ремонта». 65-я юбилейная сессия ЗСК последняя в нынешнем созыве и в таком составе. До начала заседания депутаты фотографируются на память, обмениваются мнениями и вспоминают важные решения законные, которые были приняты ими в этом созыве. На сессию собрались чуть ли не все краевые СМИ, пришлось даже ставить дополнительные стулья, а некоторым и вовсе следить за трансляцией в холе парламента. «65-я сессия объявляется открытой». Политическая пятилетка. Для депутатов этого созыва была более чем удачной. Она запомнится общественно-политическими и экономическими событиями, которые прошли в стране и в крае. Подвести итоги работы пятого созыва в законодательное собрание региона приехал губернатор. Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за плодотворную работу и отметил, совместно с исполнительной властью удалось сохранить экономическую, политическую и социальную стабильность на Кубани. Нынешний созыв один из самых опытных, многих из вас я знаю лично, и как очень грамотных законотворцев, очень принципиальных людей с позицией, с точки зрения, которую вы не боитесь отстаивать. Я в первую очередь благодарен вам за то, что законодательная и исполнительная власть никогда не были по разную сторону реки жизни. Были в одной лодке. Поэтому и результат, который мы сегодня имеем, это результат нашей совместной работы. Сегодня край стабилен. Стабилен. И политически, и социально, и экономически стабилен. А еще экономически определенный дает рост. Губернатор добавил, что депутаты принимали важные законы для развития и сохранения стабильности в регионе. Например, региональная программа развития промышленности. Была усовершенствована инвестиционная политика края. Введены налоговые преференции для резидентов промышленных парков. Стало проще передача земель в аренду фермерским хозяйствам. Но главное, все эти годы удавалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. Сегодня на сессии парламентарии внесли изменения в главный финансовый документ. Доходная часть регионального бюджета в этом году увеличится более чем на 5 миллиардов рублей. И составит больше 220 миллиардов. Мы смогли сделать бюджет максимально социально адаптированным к жизни жителей края. Сегодня в крае строится 8 детских садов и 14 школ. За последние 30 лет школ было построено всего 12. Вот вдумайтесь. В следующем году на модернизацию оборудования в кубанских больницах дополнительно выделено 1 миллиард рублей. Это дополнительно, не всего. Вот такая сумма, коллеги, будет освоена впервые. После 2012 года, тогда из федерального бюджета такая сумма выделялась. Из федерального. А мы с вами на следующий год из краевого выделили. За 5 лет ногу удалось сделать, но еще больше предстоит, отметил спикер Кубанского парламента Владимир Бикетов. Необходимо улучшить водоснабжение в северных районах края, решить вопрос газификации и строительства дорог, а также кадровые проблемы в здравоохранении и образовании. Оценку работы власти всегда дают ее избиратели, подчеркнул Владимир Бикетов. И здесь важно не обмануть их ожидания. Перед завершением созыва депутаты побывали во всех городах и районах и отчитались о своей работе за 5 лет. Мы старались ее выстраивать таким образом, чтобы не заходить в зону ответственности исполнительных органов власти. Но тем не менее, мы всегда разделяли ответственность перед населением за все, что происходило и происходит на территории Краснодарского края. Мы старались довести до сведения населения, чем занимается власть, какие решения принимает, и в общем-то всегда находили понимание. У нас есть ответственность перед населением, ответственность за судьбу Краснодарского края. Если хотите, и за Россию в целом, то мы вынуждены работать так, чтобы у народа, у населения края была уверенность в том, что есть власть, способная принимать решения, способная брать на себя ответственность, способная отстаивать интересы жителей Краснодарского края. Работа депутатов ЗСК 5-го созыва запомнится и другими важными решениями. Законом о создании в крае МФЦ, возрождении виноградарства и садоводства, принятием закона о развитии чаеводства, сохранением зеленых зон в муниципалитетах, поддержкой малого бизнеса, стратегии развития кубанского казачества. За 5-й созыв депутаты ЗСК приняли более тысячи краевых законов и более трех тысяч постановлений. За 5-й лет удалось многое сделать в законодательной власти вместе с исполнительной и муниципальной. Мы не разделяли ничьи полномочия, а работали в едином направлении. Мне понравилось, что мы добились многих краевых и муниципальных программ, которые финансировались в ближайшие края. Это программа по газификации и программа по теплоснабжению. Налицо сегодня социальная, экономическая, прежде всего, социальная и политическая стабильность в регионе. Это говорит о том, что чувство ответственности было присуще как исполнительным органам, так и законодательному собранию. Мы каждый раз при осмотрении любого нормативного правоакта вносили предложение, оно поддерживалось губернатором, и мы разделяли ответственность. Я горжусь своими коллегами, которые в сложные времена, экономические сложности, смогли во время поддовки к Олимпиаде, во время референдума в Крыму, во время помощи крымчанам, во время среди самостачи показать высочайшую эффективность. Работа любых депутатов видится не сразу, а через какое-то время. И мы эту работу увидим. Пятый созыв ЗСК завершил свою работу. Осенью места в этом зале займут депутаты нового созыва. И скольким парламентариям удастся сохранить свои кресла, теперь зависит только о доверии избирателей. 10 сентября жителям Кубани предстоит избрать новый состав регионального парламента. Сергей Голицкий восстановит символ Краснодара. Владелец торговой сети «Магнит» проинвестирует реконструкцию кинотеатра «Аврора». Детали обсудили на встрече губернатора Краснодарского края и бизнесмена. Проект будет проходить на условиях государственно-частного партнерства. Самое главное, по словам Вениамина Кондратьева, чтобы «Аврора» и после обновления сохранила свое изначальное назначение. Наш кинотеатр, который на самом деле является брендом Краснодара, сегодня он находится в не лучшем состоянии. Мы сегодня можем бесконечно говорить, почему это произошло и какие причины этому способствовали. Но это никому не интересно. Все хотят видеть опять эту красивую «Аврору», этот красивый кинотеатр, который снова будет принимать зрителей. «Аврора» для краснодарцев, а для жителей края – это символ определенной эпохи. Ваш подход, он может быть много шире того, что было вчера. То есть не просто делать кинотеатр, а киноконцертный зал, который сможет принимать и зрителей в кино, и зрителей на концертные программы. Это будет вот тем еще одним шагом в сторону развития города Краснодара. И для вас тоже очень такой серьезный шаг. Я еще раз подчеркну, что нам очень важно, принципиально важно, чтобы «Аврора», кинотеатр «Аврора» не превратились в сети ресторанов, которые будут находиться внутри каких-то там заведений непонятного толка. Это не коммерческий проект, но я хочу к нему подойти так, чтобы визитная карточка города оставалась, визитная карточка города, и мы и гордились. Мы предупреждаем сразу горожан, что, наверное, год у нас займет проектирование и все прочее, потому что мы хотим лучших архитекторов пригласить, которые внутри это все будут делать. Мы должны выбрать правильные материалы, чтобы, скажем так, точка в точку соблюсти все, что было снаружи, потому что это очень важно. Мы все-таки не должны быть людьми, которые за собой все разрушают. Внутри, конечно, мы сделаем максимально красиво, максимально комфортно, максимально современно, чтобы горожанам было приятно, и чтобы они могли гордиться тем, что они внутри увидят. Самый известный кинотеатр в Краснодаре третий год стоит за забором с разбитым фасадом. До такого состояния «Аврору» довели строители, которые занимались реставрацией здания. В мэрии договор с недобросовестным подрядчиком расторгли. Для Сергея Голицкого это уже не первый социальный проект в кубанской столице. Бизнесмен создает в городе новый парк на площади 17 гектаров рядом с футбольным стадионом. На открытие первой очереди в сентябре предпринимателя пригласил Вениамина Кондратьева. Мы партнеры, которые сегодня не раз доказали, что у нас самый главный дивиденд – это развитие экономики региона, Краснодара, рост благосостояния людей. Это самое главное, наверное, что сегодня стоит во главе угла и вашего бизнеса, конечно, и нашей работы. Вы на самом деле социально очень ориентированная компания, безусловно. Не каждый сегодня тот, кто может сделать город красивым, в том числе и из бизнесменов, это делает. А вы это делаете. Обучение, мастер-класс и практика. Будущим молодым специалистам рассказали и показали изготовление кондитерских изделий. Вы поделите их на два-три, не такое большое, для того, чтобы было поменьше даже, для того, чтобы погасить тех, кто липит к зайчикам. Александра Грекова, ученица 10 класса, на экскурсии в Крымском техническом колледже впервые. С выбором профессии девушка еще не определилась. Но вот освоив технику изготовления тортов и пирожных, подумывая связать свою жизнь с кондитерским делом. Попробовала себя немножко, в принципе, очень даже понравилось. Я вообще очень люблю пирожное картошка. Я надеюсь, что получится неплохо. Мастер-класс – это эффективная и довольно приятная форма обмена опытом. Хороший способ получить полезную и интересную информацию. Они существуют как для профессионалов своего дела, для совершенствования своих умений, так и для начинающих мастеров и любителей разного рода занятий. Эти мастер-классы немножечко приближены к стандартам WorldSkills, которые проходят, конкурсы профессионального мастерства проходят сейчас по всей стране. И это конкурс мирового уровня. Поэтому у нас тоже популяризировался этот конкурс. Приходите к нам, мы будем с вами работать, будем вас готовить. У нас очень много практических занятий, непосредственно на которых вы будете обучаться не только теоретическим знаниям, но и практическим. Не так давно на российском чемпионате WorldSkills студентка Крымского технического колледжа заняла призовое место. А вот для Марии Красновой организованный мастер-класс станет, скорее всего, выбором будущей профессии. После нескольких часов лепки фигурок из мастики Маша уже задумалась о профессиональной карьере кондитера. Мне понравилось делать этих кроликов. Для меня это несложно. Я люблю работать с маленькими предметами. До этого момента я не думала об этом и не хотела. А сейчас я, наверное, задумаюсь. Такие необычные мастер-классы помогают овладеть кондитерским искусством, приобрести новые интересные знания и умения в этой сфере деятельности. Иван Александрович и Лидия Васильевна Коба уже 57 лет смотрят друг на друга вот такими влюбленными глазами. Вместе они воспитали двоих сыновей и дочь, а теперь наслаждаются ролью бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Чита Коба по праву носит звание «Золотой семьи» и удостоена медали за любовь и верность. А рецепт счастья, по мнению хранительницы семейного очага, прост. Самое главное – ценить друг друга надо. Мне кажется, это самое главное. И не воспитывать друг друга. Вот какой-то есть, такой есть. Вот какого я приняла, такого. Самое главное – любить и верить. В День святых Петра и Февронии в концертном зале премьеры собрались десятки семей. Многодетные, молодые, казачьи, золотые юбиляры. Гордость Кубани. А вместе с ними – дети, внуки и правнуки. В зале – семья главы региона Вениамина Кондратьева. На праздник он пришел вместе с супругой и детьми. Губернатор и владыка Исидор поздравили всех с праздником и пожелали беречь самое главное богатство – семью. У каждой семьи есть своя история и свои традиции семейные, которые мы бережем и передаем от отца к детям и от детей к внукам. Так вот, в истории и традициях наших семей мы черпаем силы и сегодня. И это смысл жизни нашего народа. Связь поколений, связь традиций, культуры и веры. Для нас очень важно понимать и осознавать, что такой праздник, который мы сегодня с вами отвечаем, такой мудрый подход к жизни составляет суть нашего российского мировоззрения, составляет суть нашей ментальности. И я всех вас поздравляю с праздником. Любите и берегите друг друга. Сегодня Святая Церковь, вспоминая святых благоверных Петра и Февронию, муромских чудотворцев, они не совершали ратных подвигов, их кончина не была мученической, они просто достойно прожили свою жизнь, явив образец чистоты и красоты супружества. И за это были прославлены у Господа. Каждый год в этот день лучшим многодетным семьям Кубани вручается медаль «Родительская доблесть». В этом году из рук губернатора и владыки Исидора ее получили 15 семей, а всего с момента учреждения краевой награды – 82. К новому статусу многодетным семьям предлагается и единовременная выплата 32,5 тысячи рублей. Семья – это самое основное, то, что есть. Семья, дети – это счастье. Семья – это, конечно же, особенно многодетная семья, это большое счастье. Это дружба, это опора друг на друга. Для нас любовь со стороны детей, со стороны мужа, понимание обязательно. Семья – это главное достижение для каждого из сидящих в этом зале. Сначала та, в которой он родился, потом которую создал сам. Поэтому День памяти святых Петра и Февронии – для многих еще один повод собраться в большом семейном кругу. ПЕСНЯ Летний лагерь – место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями и педагогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок. Пенно и красочно отметили ребята закрытие второй смены лагеря дневного пребывания в 9-й школе города Крымска. «Наш отряд – лучики! Наш делит! Солнышко, солнышко, мы твои лучи!» В этом году в течение двух месяцев в лагерях дневного пребывания отдохнули и оздоровились более 3,5 тысяч учащихся. Мальчишки и девчонки весело, а главное с пользой для здоровья провели время. На праздник детям приехал глава муниципального образования Крымский район Сергей Лесь. Семь отрядов лагеря дневного пребывания «Радость» и лагеря труда и отдыха «Солнышко» торжественно выстроились в фойе школы. Гимны России, Кубани и Крымского района открыли праздничное мероприятие. Крымский район – это родная слава. Крымский район – сердцемчанам поклон. Крымский район – часть великой державы. Ребята, ну надеюсь, что вы действительно хорошо отдохнули, позитивно провели время, оздоровились, стали теперь заряжены на все лето, отдохнувшие. Провели весело время с конкурсами определенными, с прекрасным досугом. Поэтому огромное спасибо, уважаемые педагоги, что вы всегда были рядом, вы заботились о них, смотрели за ними, устроили им такой замечательный, позитивный отдых. В этом году в Крымском районе работали 33 лагеря дневного пребывания и 10 лагерей труда и отдыха. Каждая смена была тематической. Первая была посвящена Году экологии в России, вторая – 80-летию основания Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель. На эти цели было выделено более 8 миллионов рублей из муниципального бюджета. Заканчивается вторая смена лагерей дневного пребывания, где оздоровились и отдохнули около тысячи учащихся из наших школ. Ребята получили положительный заряд эмоций и, конечно же, множество мероприятий было проведено. И надеюсь, что этот отдых им запомнится. Средства, которые выделяются на содержание лагерей дневного пребывания, выделяются администрацией муниципального образования «Крымский район». И глава Сергей Олегович Лесь уделяет очень большое внимание именно занятости наших ребят в летнее время. Сергей Лесь познакомился с работой лагеря. Ребята рассказали руководителю района о своих любимых занятиях, о том, чем занимались и как проводили время. Причем многие из мальчишек и девчонок были бы не прочь остаться здесь еще на месяц. После торжественной части всех ждало необычное пенное шоу. Ну-ка, пенное шоу, ребята! Мы удачи, что танцы, наши вместе с нами!